Беседа 9, 4, 23, римлянам. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего. Сказавши многое великое об Аврааме, о его вере, праведности и чести у Бога, апостол, чтобы слушателей, не возразил, что же нам от этого? Ведь Авраам один оправдался, опять ставить назвы в лизе и патриарха. Такова сила духовных глаголов. Он сказал, что тот из язычников, который недавно пришел к вере и ничего сам не сделал, не только ничего не имеет меньше верующего иудея, но и даже патриарха, а лучше сказать, если нужно сказать что-нибудь удивительное, имеет перед ним и преимущество. Наше благородство настолько велико, что вера патриарха была только образом нашей. И апостол не сказал, если ему уменилось, то, естественно, вменится и нам, чтобы не вывести тебе отсюда такого умозаключения. Он вещает по силе божественных законов и все основывает на изречении Писания. Для чего, говорит он, и было написано, если не для того, чтобы научить нас, что и мы также оправдываемся. Ведь мы поверили тому же Богу и относительно одних и тех же дел, хотя и не в отношении к одним и тем же лицам. Сказав же о нашей вере, апостол говорит о неизреченном Божьем человеколюбии, к которому он всегда обращает речь, вынося на средину крест. Это теперь он ясно и выразил сказавше, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Заметь, каким образом апостол, указав на причину смерти, обращает ее в доказательство воскресения. За что Христос распят, спросишь ты? Не за собственный грех, как видно из его воскресения. Если бы он был грешник, то как бы воскрес? А если воскрес, ясно, что не был грешником. Если же не был грешен, то как он был распят? Ради других. А если за других, то без сомнения и воскрес. Чтобы ты не возразил, как мы можем оправдаться, будучи виновны в столь многих грехах? Так, апостол указал на того, кто изгладил все грехи, чтобы утвердить свое учение об оправдании, как верою Авраама, которым он оправдался, так и верою в спасительное страдание, которым мы освободились от грехов. Говоря же о смерти Христова, он говорит и о воскресении. Христос умер не для того, чтобы подвергнуть нас наказанию и осуждению, но чтобы облагодетельствовать. Он и умер, и воскрес. Для того, чтобы сделать нас праведными. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Что значит мир имеем? Некоторые объясняют в том смысле, чтобы мы не враждовали, оспаривая введение закона. А мне кажется, что апостол беседует здесь о нашей жизни. Так как выше, после многих рассуждений о вере и об оправдании посредством дел, он впереди поставил веру, то чтобы не подумали, что эти слова служат основанием беспечности, апостол говорит, мир имеем, то есть не будем вперед грешить и не станем возвращаться к прежнему, потому что это означало бы враждовать против Бога. Но спросишь, как, возможно, больше не грешить? А как было возможно первое освобождение от грехов? Если мы, будучи столько виновны, от всего были освобождены Христом, то тем более с Его помощью окажемся в состоянии остаться в том положении, в каком находимся. Ведь не одно и то же – получить мир, которого не было, и сохранить уже дарованный, так как приобретение всегда труднее сохранение. Но, однако, более трудно сделать уже легким и приведено в исполнение. Итак, более легкое будет для нас и вполне осуществимо, если станем держать за того, кто совершил для нас труднейшее. А здесь, мне кажется, апостол намекает не только на легкость успеха, но и на необходимость его. Если Христос примирил нас, когда мы находились во вражде с Ним, то с нашей стороны благоразумно пребывать в примирении и видеть Ему это воздаяние, чтобы не оказалось, что с Отцом были примирены злые и неблагодарные, через которого верой получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. Итак, если Христос привел нас к Богу, когда мы были от Него далеко, то тем более Он нас удержит, когда мы оказались близко. 584. Не оставляй без внимания, что апостол всегда указывает два условия – то, что требуется от Христа, и то, что требуется с нашей стороны. Но благодеяния Христова разнообразны, многочисленны и превосходны, так как Он умер за нас, примирил нас, привел к Богу и даровал неизреченную благодать. А мы, со своей стороны, принесли одну только веру. Поэтому Павел и говорит, «Через которое верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся». Какую благодать? Скажи мне. То, что мы были удостоены ведения о Боге, освобождены от заблуждения, познали истину и получили все блага, даруемые через крещение. Христос для того и привел, чтобы мы получили эти дары, то есть, чтобы было не просто отпущение грехов и одно только примирение, но и мы приняли бесчисленные достоинства. Даже этим Он не ограничился, но обещал другие, несказанные блага, превышающие разум и слово. Поэтому апостол указал те и другие дары. Словом «благодать» Он обозначил дары настоящие, которые мы получили, а в словах «Хвалимся упованием славы Божией». Открыл нам все будущие дары. И прекрасно Он сказал, в которой стоим. Такова именно благодать Божия. Она не имеет конца, не знает предела и постоянно простирается на большее, чем у людей невозможно. Укажу, например, на следующее. Иной достиг начальствования славы и владычества. Но не удержится на этом навсегда, но скоро лишается. Если этого не отнимет у него другой человек, то смерть, явившись, совершенно все похищает. А дары Божии не таковы. Их не могут отнять у нас ни человек, ни время, ни стечение обстоятельств, ни сам дьявол, ни явившаяся смерть. Напротив, когда умрем, будем владеть ими прочнее и постепенно усовершаясь, станем пользоваться ими еще в большей мере. Затем, если ты не уверен в благах будущих, то поверь им на основании настоящих, которые уже получил. Поэтому апостол и сказал, хвалимся упованием славы Божьей, чтобы ты узнал, какую душу нужно иметь верующему. Ему должно быть несомненно уверенным не только в дарованных ему благах, но и в будущих, как уже дарованных, так как всякий хвалится тем, что уже дано ему. А так как надежды на будущее благо столько же твердые и ясные, как и надежды на благо дарованные, то мы, говорит апостол, хвалимся и надеждой на будущее. Почему он и назвал будущее благо славою? Ведь если эти блага служат к славе Божией, то несомненно и исполнятся. Если и не ради нас, то ради Бога. И что я говорю, продолжает апостол, что будущее благо достойны похвалы. Даже и настоящее бедствие способны нас возвеличить и побудить ими превозноситься. Потому апостол и присовокупляет. И неси им только. Но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. Итак, пойми, каковы будущие блага? Как скоро мы величаемся и тем, что представляется для нас печальным. Таков дар Божий, и так-то в нем нет ничего неприятного. В делах внешних подвиги сопровождаются трудом, болезнью, несчастьем. А венки и награды приносят удовольствие. А там не так. Но и борьба для нас приятна не менее награды. Так как испытания всегда были многочисленны, а царство было только в упованиях. Бедствия были под руками, а благо в ожидании. И все это более ослабляло немощных. То Павел еще прежде небесных пенцов дает им награду, говоря, что должно хвалиться и в скорбях. Впрочем, не сказал, вы должны хвалиться, но говорит, хвалимся, представляя увещание в собственном своем примере. Потом, так как сказанное представлялось странным, необыкновенным, то есть, что человек, борящийся с голодом, находящийся в узах и муках, оскорбляемый и унижаемый, должен хвалиться этим, то апостол раскрывает это и, что еще важнее, утверждает, что настоящие скорби не только по причине будущих благ, но даже сами по себе достойны того, чтобы ими хвалиться. Потому что скорби сами по себе благо. Почему же? Потому что приучают к терпению. Поэтому и сказал, хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. Заметь, опять искусство Павла, как он обращает речь свою совершенно к противоположному. Так как скорби всего чаще заставляли христиан отрекаться от будущих благ и вергали в отчаяние, то он утверждает, что вследствие скорбей следует надеяться, а не отчаиваться в будущем. А терпение – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Скорби не только не лишают этой надежды, но и способны создать ее. Скорби до получения будущих благ приносит уже весьма важный плод. Терпение и подвергающегося испытания делает опытным. А затем она несколько содействует и в отношении к будущим благам, потому что усиливает в нас надежду. Ведь ничто так не ведет к благой надежде, как добрая совесть. 586. Потому ни один человек, из живущих честно, не теряет уверенности относительно будущего. А с другой стороны, многие из нерадивых, угнетаемые лукавой совести, не желают ни суда, ни воздаяния. Итак, что же? Неужели наши блага состоят в одних надеждах? Конечно, в надеждах, но не человеческих, которые часто разрушаются и посрамляют надеявшихся, когда обещавший покровительство умирает, или хотя и жив, но переменяет расположение. Но не таковы наши надежды. Они тверды и непоколебимы. Тот, кто дал нам обетование, всегда жив, а мы не еще воспользуемся ими, хотя умрем, но опять воскреснем. Так что нет ничего, чтобы могло нас посрамить, как напрасно и безрассудно утешавших себя пустыми надеждами. Итак, этими словами достаточно освободить слушателей от всякого сомнения. Апостол не останавливает свою резь на настоящих благах, но опять переходит к будущим, зная, что более слабые люди хотя и ищут настоящих благ, но не довольствуются ими. В будущих же благах он удостоверяет благами уже дарованными, чтобы кто-нибудь не возразил, что же, а если Богу не угодно даровать нам эти блага? Правда, мы все знаем, что он имеет силу, пребывает и живет, но откуда известно, что он и пожелает нашего блаженства? Апостол отвечает, что это видно из благ нам уже данных. Из каких же именно благ? Из любви, которую Бог явил о нас. Что же именно он сделал? Спросишь ты. Даровал Святого Духа, говорит апостол. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. И он не сказал данным, но излился в сердца наши, указывая на изобилие. Бог даровал нам самое величайшее благо. Даровал не небо, не землю, не море, но то, что драгоценнее всего этого. Он соделал людей ангелами, сынами Божиими, братьями Христовыми. Какое же это благо? Дух Святый. Если бы Богу не угодно было наградить нас великими венцами, после трудов, то он не дал бы столь великих благ прежде трудов. Ныне же сила любви его открывается из того, что он немедленно и не мало-помалу даровал нам почести, но вдруг излил весь источник благ и притом прежде подвигов. Потому, хотя ты и не очень достоин, не отчаивайся, имея великим своим защитником любовь к судьи. По этой причине апостол говорит, а надежды не постыжает. Все возложил не на наши заслуги, но на любовь Божию. Сказав же о даровании духа, он опять обращается ко Христу и говорит, «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Эти слова означают следующее. «Если не скоро кто-нибудь согласится умереть и из-за добродетельного человека, то представь любовь твоего владыки, когда он оказался распятым не за добродетельных, но за грешников и врагов, это апостол и говорит далее, «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью его, спасемся им от гнева, ибо если, будучи врагами его, мы примирились с Богом, смертью сына его, то тем более примирившись, спасемся жизнью его». Кажется, как будто в этих словах заключается тождесловие, но при внимательном чтении его не найдется. Смотри же. «Апостол желает убедить римлян относительно будущих благ, и сначала он убеждает их к мыслю праведника, говоря, что этот совершенно уверен, что обещал Бог силен это и сотворить, потом доказывает это дарованной благодатью, далее скорбями, говоря, что они способны привести нас к надежде, опять тем, что Бог даровал нам духа, которого мы и приняли, и, наконец, заказывает это Христовой смертью и нашей прежней порочностью. И хотя, как замечено выше, сначала представляется, что сказано одно и то же, но на самом деле открывается две, три и более различных мыслей. Первая, та, что Христос умер, вторая, что умер за нечестивых, третья, что примирил, спас, оправдал, сделал бессмертными сынами и наследниками. Потому, говорит апостол, нам должно укрепляться в уповании не только смертью Христовую, но и тем, что даровано через эту смерть. И хотя уже одно то, что Христос умер за нас, таковых грешников, было величайшим доказательством его любви, но когда умирающий оказывается еще подателем даров, и при том весьма великих, для тех, которые их не заслуживали, то такое благодеяние превосходит всякую меру и должно привести к вере и совсем бесчувственного. И ни другой хочет нас спасти, но тот, кто нас, бывших еще грешниками, возлюбил до того, что самого себя предал за нас. Видишь ли, как и в этом месте содержатся доказательства относительно надежды на будущее. Прежде этого были два затруднения к нашему спасению. То, что мы были грешники, и то, что надлежало спастись смертью владыки. Но последнего, прежде чем совершилось, было невероятным, и чтобы совершиться, нуждалось в великой любви. Ныне же, когда это совершилось, и остальное сделать гораздо легче, ведь мы сделали с друзьями, и смерти Господа более уже не нужно. Итак, тот, кто пощадил врагов до того, что не пощадил сына, неужели не защитит сделавшихся друзьями, когда при том ему нет уже нужды предавать сына. Иной часто не спасает, потому что не хочет или не может, хотя бы и желал. Ни того, ни другого нельзя сказать о Боге, после того, как он отдал сына. А что Бог и может спасти апостолов, и это доказал тем, что Бог оправдал нас, бывших грешниками. Итак, какое, наконец, остается для нас препятствие достигнуть будущих благ? Никакого. Затем, чтобы ты, услышав о грешниках, врагах немощных и нечестивых, не стал стыдиться и краснеть, послушай, что говорит апостол далее. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Что значит не только? Не только мы спасены, говорит апостол, но и хвалимся тем, чего бы, по мнению других, надлежало нам стыдиться. То, что мы, жившие столь великой порочностью, были спасены, служит величайшим признаком сильной любви к нам спасающего. Он спас нас не через ангелов и архангелов, но через своего единородного. И так, то, что Он спас, спас грешников, совершил это через единородного. И не просто через единородного, но кровью Его. Все это всплитает нам бесчисленные венки похвалы. В понятии славы и дерзновения нет ничего равного тому, как быть любимыми от Бога и любить Его нас возлюбившего. Это делает блистательными ангелов, начало и силы. Это больше царство, следствие чего Павел и поставил, это прежде царство. И я ублажаю бестелесных, потому что они любят Бога и во всем повинуются Ему. «Потому и пророк удивлялся им, говоря сильной крепостью, творящей Слово Его» Псалом 102.20 А Исаия восхвалял Серафимов, приписывая им великую добродетель, так как они стоят близ славы Божией. А это было знаком величайшей любви. 589 Итак, будем и мы подражать горним силам и постараемся не только стоять близ престола, но и быть обителью для сидящего на престоле. Он возлюбил ненавидящих и не прекращает любить, и солнцу своему повелевает сиять на злых и на добрых, и дождю проливать на праведных и неправедных. Ты же возлюби любящего, потому что и он любит. А почему, ты спросишь, этот любящий угрожал гиенной, наказанием и мучением? По тому самому, что любит, так как отсекает твое лукавство и страхом, как бы некоторую уздою, удерживая тебя от стремления к художению. Он все делает и предпринимает, чтобы приятными и прискорбными средствами остановить тебя в стремительном падении, привести в себя самого и отвлечь от всякого порока, который ужаснее гиенны. А если ты смеешься по поводу сказанного и желаешь лучше постоянно жить в пороке, чем один день подвергаться наказанию, то это нисколько неудивительно. Это признак твоего несовершенного образа мысли, твоего опьянения и неисцелимой болезни. Так как и малые дети, когда верят, что врач намеревается прижечь или надрезать больное место, бросаются и бегут прочь, кричат и вырываются, и предпочитают лучше страдать от постоянного гниения тела, нежели перенести временную боль, а после этого наслаждаться здоровьем. А люди, имеющие ум, знают, что болезнь тяжелее надреза, а равно и быть порочным хуже, чем подвергнуться наказанию. Так как от одного возможно вылечиться и быть здоровым, а от другого можно погибнуть или остаться в постоянном недуге. Но всякому известно, что здоровье лучше болезни. Потому и о разбойниках должно плакать не тогда, когда им ломают ребра, но тогда, когда они подламывают стены и убивают. Если душа превосходнее тела, как и действительно она превосходнее, то более справедливости натиплакать, когда она погибает. Если же она не чувствует этого, то тем более должно скорбеть о ней. Так и предающихся необузданной любви следует жалеть больше, чем сильно страдающих горячкою. А пьяниц больше, чем подвергаемых мучению. Но если все это вреднее, то почему, спросишь, мы больше избираем это? Потому что многим из людей по пословице нравится худшее, и они предпочитают его, миновав лучшее. Это можно наблюдать при выборе пищи и рода деятельности, в склонностях житейских, и в наслаждениях, в удовольствиях, в выборе жен, домов, рабов, угодий и всего прочего. Скажи мне, что доставляет больше удовольствия? Сообщение с женщинами или мужчинами? Женщинами или с лошаками? Однако же мы найдем много таких, которые избегают женщин, а имеют соитие с бессловесными и наносят поругание мужчинам, несмотря на то, что сообразное с природой приятнее противоестественного. Вообще есть много людей, которые как за приятным гонятся за тем, что смешно, неприятно, и влечет за собой наказание. Скажешь, что им это кажется приятным, но потому-то и жалки эти люди, что неприятное считают приятным. Так они считают наказание хуже греха. А в самом деле это не так, но совершенно наоборот. Если бы наказание было злом для грешников, то Бог не присоединил бы зла к злу и не восхотел бы сделать их еще худшими. Ведь тот, кто делает все, чтобы истребить зло, не может и увеличивать его. Итак, для грешника нет зла быть наказанным, а напротив зло не быть наказанным. Подобно как зло для больного, не лечите. Но ничего нет настолько вредного для человека, как неумеренная страсть. Неумеренная же страсть, я называю страсть к наслаждениям, праздной славе, господстве, вообще ко всему тому, что сверх потребности. Тот, кто проводит роскошную и распущенную жизнь, представляется счастливее всех. Но на самом деле он всех несчастнее, потому что предает душу свою во власть жестоких владычеств и мучителям. Бог для того и сделал настоящую жизнь нашу исполненную труда, чтобы избавить нас от такового рабства и привести к полной свободе. Для того он угрожает наказанием, для того дал в удел нашей жизни заботы, чтобы обуздать склонности к неге. Так иудеи пока были заняты копанием глины и деланием кирпичей, и были покорны и непрестанно призывали Бога. А когда получили свободу, начали роптать, огорчать владыку и погрузились в тысячи пороков. Но что сказать о людях, спрашиваешь ты, которая под влиянием скорби нередко изменяется к худшему? Такая порща бывает следствием не скорби, но людской слабости. Если кто, имея больной желудок, не может принять горького лекарства, которое бы его очистило и погибает, то мы обвиняем не лекарство, а слабость органа. Так и здесь причина слабости души. Если человек испортился в нужде, то тем более подвергнется этому вдовольствию. Если он падает, когда связан, а таков человек в нужде, то тем более упадет, когда развязан. Если в тесных обстоятельствах портится, то еще легче испортится в благополучии. Но как, я могу спросить, не испортится? Под влиянием несчастья. Если поймешь, что хочешь или не хочешь, но ты должен перенести то, что терпишь. Если станешь переносить с благодарением, то получишь весьма большую пользу. А если будешь сетовать, негодовать и роптать, то и несчастья своего этим не убавишь и воздвигнешь еще большую бурю. Имея такие мысли, мы все, что бы ни случилось с нами по необходимости, будем принимать так, как бы происходило это по нашему желанию. Положим, например, что один потерял любимого сына и другой все имущество. Если ты рассудишь, что избежать происшедшего было невозможно, а с другой стороны, что из неустранимого несчастья можно извлечь для себя и некоторые пользы, и мужественно перенести случившееся, если ты вместо хулы воздашь хвалу Господу, то несчастье, посликшее тебя против твоей воли, изменяется тебе в заслугу, как бы происшедший по твоему желанию. Узнаешь ли ты, что похищен сын преждевременную смертью? Скажи, Господь дал, Господь взял. Увидишь ли, что оскудило твое имущество, и скажи, «Нак я вышел из чрева матери, наг и возвращусь». Ты видишь, что злые благоденства это правильные злополучные и терпят тысячи несчастья, и не умеешь найти причину происходящего. Скажи, человек, который в чести и неразумен, подобен скотам, и я был, как скот перед тобою». Салом 72. «А если ты желаешь узнать и причину этого, то помыслишь, что Бог назначил день, который будет судить вселенную, и у тебя исчезнет всякое недоумение, так как тогда каждый получит по заслугам, как лазарь и богатый. Прилеги себе на память апостолов. Они подвергались бичеванию и гонению, терпели тысячи бедств, и они радовались, что удостоились принять поругание за имя Христова. И ты, если страдаешь каким-либо недугом, переноси болезнь мужественно и благодари Бога, и таким образом получишь такую же награду, как и апостолы». Но как тот, кто находится в болезни и мучениях, может воздавать благодарение Господу? «Если ты любишь его искренне». «Если три отрока, сдержанные в печь и другие находящиеся в узах и в бесчисленных иных бедствиях, не переставали благодарить, то тем более могут это делать те, которые находятся в болезни и одержимы тяжкими недугами. Ведь нет, действительно нет ничего такого, чего бы не победила любовь. А когда появляется любовь Божия, то она выше всего, и ни огонь, ни меч, ни бедность, ни болезнь, ни смерть, ни все прочее не страшны для того, кто пользуется этой любовью. Посмеваясь над всем, он станет парить к небу, и душевным настроением окажется нисколько не ниже живущих на небе. Он не посмотрит ни на что иное, ни на небо, ни на землю, ни на море, но устремлен будет к одной только красоте небесной славы. Как скорби настоящей жизни не смогут унизить его, так земные блага и удовольствия не состояние будут возвысить и сделать надменным. Итак, возлюбим и мы эту любовь, ведь ей нет ничего равного и ради настоящего, и ради будущего, а лучше сказать ради самой природы этой любви, потому что мы избавимся от наказания и в настоящей жизни, и в будущем веке и достигнем царства. Но и кроме избавления гиенны и приобретения царства, нужно упомянуть и нечто другое важное. Выше всего это любить Христа и быть от Него любимым. Если у людей взаимная любовь ценится выше всего всякого удовольствия, то какое слово, какая мысль может изобразить блаженство души, которое любит Бога и Ему любезно. Это блаженство познается не иначе, как только на опыте, потому что опознать опытно такую духовную радость, блаженную жизнь и сокровище неисчислимых благ, мы, оставившись все, станем искать этой любви как для собственной нашей радости, так и для славы любимого Бога, потому что Ему принадлежит слава и держава с Единородным Сыном и со Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.